500 метров скальных пород за 8 месяцев. В Сочи на строительстве дублера курортного проспекта осваивают импортные технологии. Новая магистраль должна будет разгрузить задыхающиеся в пробках центр города. Но состоит она в большей степени из мостов, эстакад и тоннелей. Вот для их проходки и решили перенимать европейский опыт. Подробнее в репортаже моих коллег. Оборудование возводит обе части одновременно. Есть непосредственно своя технология, которая обуславляет очень точное, по длине большое бурение. Такие установки, их не так много разработано. И вот одну из них, одну из них видов пришлось приобрести. Ну и пришлось, приобрели. Установка, которую используют для строительства этих тоннелей, оказалась не только практичной, но и экономичной. Для управления почти 100-тонной машиной требуется всего 4 человека. Да и сама технология возведения этого тоннеля сокращает затраты подрядчика на рабочую силу. Если раньше на стройке работало порядка 60 человек, то в этих двух тоннелях требуется всего 28 строителей. Тоннель на Мамайке строят в три этапа. Первый – проходка. Это бурение земли, чтобы образовалась искусственная пустота – пространство будущего тоннеля. Из полутора километров рабочие прошли уже 455 метров. После завершения буровых работ начинают устанавливать так называемую обделку. Эта конструкция призвана защитить тоннель от обрушений. По новой технологии, которую используют в этом тоннеле, обделка делается параллельно бурению. То есть после того, как завершено 20 метров проходки, строители начинают устанавливать на этом участке защитную конструкцию. Здесь она состоит из арматуры, которая впоследствии заливается бетоном. На завершающем этапе строители уложат асфальт и сделают уже отделочные работы. Такую тройную технологию специалисты фирмы-подрядчика переняли от европейских фирм. Во многих зарубежных странах тоннели строятся именно по такому принципу. Мы сделали здесь очень серьезные и хорошие успехи. Мы ведем еще работы на третьем, на четвертом тоннеле. Там у нас сегодня тоже принимаются меры об усилении работ. Вот было некоторое отставание там по понятным причинам. Вот, тем не менее, сейчас мы там сделали замену субподрядчиков и усилим эти работы. На конечном участке дублера курортного проспекта фирма-подрядчика делает два тоннеля в обе стороны движения. Протяженность каждого из них полтора километра. Для того, чтобы ускорить сроки строительства, работы начали с середины пути и ведут их в четырех направлениях. С начала года строители уже пробурили около 500 метров земли и считают, что это хороший результат. Увидеть свет в конце тоннеля, как говорят руководители, можно будет уже в следующем году. Кристина Колесникова, Андрей Кизенко. Сочи. Специально для программы «Транспорт». Кристина Колесникова, Андрей Кизенко.